Тех, кто уходит из найма в бизнес, становится все больше. Если в 2022 году в предпринимательском сообществе края насчитывалось 71 тысяча человек, то сейчас уже почти 76 тысяч. Торговля, строительство, производство и переработка – основные сферы бизнеса в регионе. Проблем у предпринимателей достаточно – растущие налоги, дорогие займы, нехватка кадров. Плюс в этом году завершается нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Правда, уже есть новый. Его структура будет представлена где-то в октябре-ноябре этого года. Мы, конечно, будем об этом рассказывать, будем доводить, какие возможности у нас появляются. Завершается и региональная программа социально-экономического развития края. Есть планы по продлению программы. Мы в этот бюджет уже включились, и порядка полутора миллиардов планируется на эту форму поддержки на ближайшие периоды еще. Имеются в виду субсидии для предпринимателей – мера поддержки, которая продолжительное время популярна в бизнес-среде. Конкурс только-только завершился. Мы месяц давали на то, чтобы предприниматели могли подать заявки. В этом году 353 миллиона направлено будет на субсидирование части затрат. Это затраты, произведенные предпринимателями как в прошлом году, так и в этом. Они могут воспользоваться этой поддержкой в лимите до 5 миллионов рублей по договору на покупку оборудования и до 10 миллионов, если это покупка произведена при помощи договоров лизинга. Хорошая возможность для реализации планов бизнесменов региона – технопарки. Как известно, резиденты получают налоговые льготы, сниженную арендную ставку, возможность пользоваться оборудованием и инфраструктурой. Один технопарк у нас уже есть в Рубцовске. Значимым событием для предпринимателей станет открытие в этом году еще двух. Это компонент в Барнауле на 5,5 тысяч квадратов, который ориентирован на сельхозмашиностроение, и Алтай-Биотех в Бийске на 8 тысяч квадратов, где будут заниматься импортозамещением лекарственных средств и БАДов. Антон Слабочиков добавил, что растущие налоги и высокая стоимость займов для бизнесменов, конечно, не проходят бесследно. Но предприниматели, благодаря своей гибкости, адаптируются и к этому. Если выжили в ковид, то смогут и сейчас. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.